Если вы до этого ролика никогда не слышали про группу Ляпи Струбецкой, Сергея Михалка или группу Бруто, то вы очень много потеряли. Сейчас вас ждет интереснейшая история про силу духа, авторский стиль и то, что люди на самом деле меняются. Здрасте, вы на канале Сейна. Группа Ляпи Струбецкой появилась в 90-х годах и создавалась как комедий-рок. Я вообще, когда готовился к этому выпуску, впервые увидел этот термин, но это действительно было то, чем они занимались. Тогда кругом, ну вы представляете себе музыку 90-х и сцену 90-х, кругом царил вот это вот как евроремонт только на сцене. Все пытались быть максимально похожими на Запад, но при этом отсутствие как раз-таки отношения к этому Западу, оно превращало все вот в такую лубочную кашу, типа русский Евроденс 2002. Вот похожая ассоциация эта история вызывает. И Ляпи Струбецкой изначально создавался, чтобы это все пародировать. Сама группа каждой своей песней, они по сути говорили, что смотрите какая залупа, так может каждая собака. Но лидер группы Сергей Михалок с самого начала был охуительнейшим сонграйтером. Он действительно как автор песен просто бесподобен. И так получилось, что они пародировали вот этот вот говно-рок и говномузыку, которая была кругом, но в итоге в этой пародии получали как бы действительно неплохие песни. Например, песню «Зеленоглазое такси» вы, возможно, знаете в исполнении группы Ляпи Струбецкой. Перед этим ее еще исполняли дважды, но она стала сначала... Она была не особо замечена, когда ее только написали, потом стала хитом у Боярского и потом стала хитом у группы Ляпи Струбецкой. И на вот этих пародиях на говно-рок Ляпи сделали себе вполне не пародийную, а вполне настоящую популярность. Давали настоящие концерты, выпускали настоящие альбомы. И, казалось бы, все на мази, отлично, они живут как рок-звезды для своего времени, тусят, гоняют с концертами, у них все классно, их подписывают на разные лейблы, запрещают в Белоруссии. И, казалось бы, они ведут жизнь рок-звезд, не напрягаясь, пишут хит за хитом. Например, одна из известнейших их песен «Яблони» была написана буквально так, что Михалок слышал какую-то песню про радио, про то, что «Любовь, расцвели игруши, и моя любовь прошла». И он буквально сказал, я могу такие песни по 20 штук каждый день штамповать. И его взяли на понт, мол, ну можешь, напиши. Он написал от пизды текст, и эту песню потом 10 лет пел на концертах. И это клевейшая история, и со стороны звучит типа супер, ха-ха-ха. Ты по приколу придумываешь песни, а потом с ними выступаешь. Но от первого лица попробуйте себе это представить, и вы поймете, насколько это заебывает. Когда ты действительно годами катаешься, выступаешь и поешь вот эти песни, которые ты написал от пизды, чтобы заявить, как ты терпеть не можешь. Вот такую вот манеру написания песен. И, собственно, меняется сам Михалок. И вы, если вобьете в гугл Сергей Михалок, и вам будут предлагаться другие поисковые запросы, то один из популярнейших будет Сергей Михалок «до» и «после». Обычно имеется в виду 2004 год, потому что «до» он выглядел вот так, а «после» вот так. Это не то, что похудел и подкачался. Это кардинальное изменение личности. Это, блядь, буквально как будто два разных человека. Как будто братья, которые выросли там с разными отцами, с разными системами ценностей. То есть прям конкретно разные люди. Но до и после чего? На самом деле ничего. Не было никакого события, которое прям кардинально его изменило, ну, по крайней мере, по его словам. Он описывает это как такую нормальную личностную эволюцию. То есть он постепенно рос сам над собой и вот к такому пришел. Но для всех остальных это выглядело как какой-то совершенный переворот. И если первая страница популярности «Ляписов» — это вот как раз «Яблони», все эти песни. Про то, что вырос в деревне, любовь на Сену Вале. И их с этим полюбили. Они брали премии, выпускали клипы. MTV покупали эксклюзивные права на их клипы. И вторая глава популярности «Ляписа» — это, может быть, то, что вы уже застали. И то, с чего полюбил «Ляписа я» — это «Капитал», «Африка» и прочие песни, в которых Михалок уже выглядит как клубный вышибала. И как и у многих людей, все вот эти вот личностные изменения, их сопровождает, соответственно, риторика про высшие силы, душевное равновесие. Сам «Ляпис» тем же увлекся, клип на «Капитал» выглядит вот так вот, понимаете, о чем я говорю. И на публику, которая — это еще до глобальной популяризации интернета, до того, как у группы «Ляпис Трубецкой» и у всех их членов были блоги, до того, как абсолютно каждое действие было объяснено по многу раз, тогда люди просто не понимали, что за херня происходит. Одна и та же группа выпускает совершенно разные песни, и их аудитория одна знает того жирного Михалка, который пел про яблони, тут уже новый Михалок, который поет про Шиву, и потом появляется третий Михалок времен альбома «Рапкор». И можно понять, почему Михалок уже долго находился на сцене, у него очень многое и в голове перевернулось просто с течением времени, и, в принципе, стало неинтересно пародировать то, что он пародировал до этого. Изначально вот этот деревенский стиль, он исходил из того, что первый концерт группы «Ляпис Трубецкой» прошел на пивном шоу в кафе «Время» в ДК Минского тракторного завода. Блядь, как здесь над деревней-то не смеяться, сука, если она просто повсюду? И когда эта деревня перестала окружать Трубецкого, пришли вот эти Шивы, а потом пришел «Рапкор». Сам Трубецкой описывал эту музыку как нечто, что хочет услышать каждый мужчина. Вот эти вот слова «трактор», «реструктор», «гантеля», «молот». И это удивительно, как что вообще хотел человек привнести в музыку. То есть вы очень часто можете услышать от какого-нибудь очередного молодого исполнителя про то, что он изливает свою душу в песне, про то, что стихи – это отражение его, и он вот как бы видит вечность. Нет, здесь мужик хотел написать песни, которые как просто удар по ебалу в пьяной драке. И заодно это уже стоит поаплодировать, и «Рапкор» был отличным альбомом, после него вышла такая же «Матрешка», и что важно, эти идеи, они в итоге работают. То есть у «Ляписа» огромная аудитория, это естественно, потому что все эти песни находят отражение, и ярким примером тому служит песня «Войны света». Я помню, когда вышел альбом «Матрешка», на котором она была, меня она вообще не особо бы впечатлила, показалась какой-то слишком наивно солнечной, какой-то дебильно позитивной, но эта песня стала гимном украинского Майдана. Там нету никаких указаний ни на политику, ни на личные качества, и эта песня как бы не была приурочена к событиям, но она стала гимном этого, потому что люди нашли «Воинов света» вот в тогдашних бузатерах. И тут речь не про личные отношения, вообще я не хочу никак высказываться на этот счет, речь именно про то, что может сделать песня. Вообще не так много песен, которые стали важны не из-за пиара, не из-за каких-то специальных действий на Крутов, а просто вот была песня, и она получилась гимном. Просто вот она отразила все, что кипит у людей внутри настолько, что стала полностью привязана к историческому событию. Я думаю, что если бы это был там не белорусский, ляп струбецкой, а какой-нибудь там сирийский, турецкий, то и написал бы такую же песню, то ее привязали бы к каким-нибудь событиям оттуда. Тут речь именно про то, что человек чувствует то, что нужно. И в этом, собственно, и есть отчасти искусство сонграйтера, когда ты можешь написать песню, которую после тебя будут петь, петь, петь и петь. И вообще, это, мне кажется, важная часть для песни, ее должно хотеться петь после того, как ее прослушал. Привет, лизер, блядь. Есть, знаете, сонграйтеры, у которых опыт не пропьешь. Дэйв Мастейн, Уда Диркшнайдер, Пол Маккартни. Все эти люди пишут песни всю свою жизнь, в огромном количестве. И в очередной раз, включая какой-нибудь их новый релиз, 151-й, ты слушаешь сами песни, там могут быть срасинки, аранжировки, сама песня какая-то куция, но охуенный припев. И ты понимаешь, что вот дай эту песню, вот пусть сам исполнитель подвыдохся, но дай эту песню какому-нибудь молодому, горячему и стильному, и он сделает из нее мега-хит, просто потому что в песне это содержится. Просто потому что атмосфера такая, припев такой, и вот это мастерство с большой буквы. И именно такой мастер Сергей Михалок. Собственно, к моменту 2014 года у него есть три фазы Ляписа, три фанатские базы Ляписа, все нихуя не понимают, что происходит, пресса даже не знает, что именно о нем писать. Он вроде как много где поучаствовал в политике, много где повлиял на политику, но заявляет, что он антиполитичен. В общем, кругом какая-то непонятная поевота, и он берет и распускает группу Ляпис Трубецкой. С концами. На тот момент получились две группы, одна называлась Брутто, а вторая Просто Трубецкой. В Просто Трубецком осталось два участника группы, я даже был на их концерте, и это прикольно, они поют песни старого Ляписа, но без самого Михалка это не совсем то. И у них, собственно, сет-лист из-за, видимо, проблем с авторскими правами, он очень ограничен, и поэтому набор песен, которые они исполняют на концерте, получается довольно странный. Но у Брутто все гораздо интереснее. Именно вот Ляпис со времен рабкора и матрешки, именно этот стиль отделился в отдельную группу Бруто. Это забойные такие панк-песни, казалось бы, для чуваков в качалочке, но так как, помним, это все еще вот тот же комеди-метал, это не качалка в привычном смысле. Например, у них есть припев «Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири». И если бы это выпустил какой-нибудь Миша Маваши, все бы просто зафейспалмили. Но послушайте песни группы Бруто, их именно хочется петь раз за разом, как будто вот во мне, в московском блогере, отзывается вот эта вот мужская струнка, которая хочет взять, пойти в пив-бар перед этим, нахуярившись вот так гантелями, а потом пойти и кричать кричалки за кружкой пива в баре. И сейчас у Сергея Михалка три группы, не считая той группы Трубецкой, к ней он уже не относится. Есть группа «Ляпец 98», как раз-таки со старыми хитами, имеется в виду, естественно, 98-й год. Есть группа Бруто и группа Дрезден. Везде разный репертуар, везде он разный, и человек, по сути, построил для своих альтер-эго отдельные коллективы. Я вот только когда вот дошел до этой части сценария, у меня провелась аналогия со Славой КПСС, который тоже с кучей своих альтер-эго не может разобраться. И Михалок уже очень взрослый человек, Слава КПСС молодой, и вот от души желаю и КПССу, и другим разноплановым артистам в итоге найтись и рассортировать свое творчество так же ровно, как это сделал Михалок. Напоследок расскажу его потрясающую историю знакомства с женой. Впервые он с ней встретился, еще будучи жирным, усатым алкоголиком в поезде. Его жена работала в театре, и впервые она встретилась с Михалком, когда тот пиздил одного из актеров его театра в поезде. И она, собственно, их разнимала, разняла, и с того момента, вы представляете, какое у нее впечатление сложилось о Михалке. Прошло какое-то количество лет, они снова встречаются, она знает, что на каком-то там мероприятии будет Михалок, и такая, ну блин, и в итоге входит эта хуйня накачанная. Она такая, чего? Он подходит к ней и говорит, я помню эпизод в поезде, там, извините меня, пожалуйста, был крайне вежлив и галантен, и в итоге ее покорил. Вот реально лучшего примера того, что в жизни все возможно, просто не придумаешь. В итоге этот ролик стал возможным благодаря фильму Брутто Ностро. Это документальный фильм, который выпустил сам Михалок, о как раз-таки всех вот этих вот изменениях группы Ляпи Струбецкой, потом Брутто. В общем, всем вам настоятельно советую посмотреть. Отлично снято, приятно, весело, задорно. И, конечно же, послушать всю эту музыку, потому что это один из интереснейших русскоязычных артистов. Я ставлю всех, и белорусов, и украинцев, и русских, и казахов примерно в одну сцену, потому что у нас русскоязычное пространство, и так как аудитория у них у всех вот мультинациональная в этом смысле, также и расценивать, мне кажется, их стоит вот всех в одной тарелке. И Михалок со всеми своими группами один из ярчайших представителей, который уже делает все эти удивительные вещи и проекты, и только продолжит. Таких мы должны ценить, любить и помнить. Если хотите больше видеть вот такой вот разной, всякой интересной музыки, о которой у вас там за соседней партой в школе не разговаривают, и в пабликах ваших про рэп не постят, то залетайте ко мне в мой закрытый паблик, Тайник Сейна, туда можно попасть по подписочке с Патреона, там ссылка в описании на Патреон и на паблик. А еще круто смотреть интервью молодых актеров на камерном канале, а еще круто быть подписанным на мой Инстаграм, на мой ВК, и вообще везде на меня все ссылки в описании. А ты, спасибо, что досмотрел аж до сих, ты знаешь, где кнопка подписки. Бра!